не так всем привет мальчики и девочки мы продолжаем смотреть с вами дотапит чайна онлайн айджи против rng сетка озеров вторая карта в рамках 2 было три сегодняшнего дня астры у нас уже покинули турнир и вполне вероятно это сделают айджи сегодня с вами мы вместе соответственно смайлом уже на протяжении сколько часов 4 5 общем укусики сдаст 9 утра с вами в эфире чилим вот хороший вообще денек для того чтобы почилить сутрица потому что прохладная погода наконец никакой то есть жары которая приехала мне наконец-то отключили батареи до тебя отключили батареи я уверен то что многим тоже отключили батареи вы тоже очень счастливы я в самом случае радовался тоже несколько дней назад что стало наконец-таки комфортно и уютно но у нас тут дизраптор турблейт раздрафт тайджи и rng с очередь взялись и dk феникса довольно таки тривиальные драфты плюс-минус для китая можете не удивляться по поводу дополнительного времени вайджи им вылепили 70 секунд пенальти то что они были очень очень поздно да поэтому получили они штраф и приоритет пика вообще отдали у нас оранжи хотя этот приоритет должен быть вайджи и поэтому они собрались всей команды просто они не отвечали на вопросы админа о том какой сайт они хотят или ферспик соответственно да потому что у них был приоритет вот и отдали приоритет рн g и влепили еще штраф айджи что более чем адекватно потому что мы должны были начать эту серию типа минут на пять раньше но случилось как случилось айджи почему-то афк шаля возможно у них были свои на это причины на у нас соответственно появился шейкер по тимейкер и посмотрим как на нем сыграет какая потому что скорее всего именно ему отдадут этого героя воли снова будет спать у нас на дезерапторе как в предыдущей игре и лич у нас от royal never give up очень неплохой пик ну да конечно с другой стороны морф не очень хорошо справляется с террором а стоп стойте так точно же морф вообще шикарный пик у тебя лич морф на линии а потом у тебя морфа blade который превращается еще который забирает у него соответственно как называется третий спелл это морфоза морфоза да и это метаморф короче или морфа blade как вам больше нравится и рубит там спича просто людей веник видимо они понимают что морфинг может быть и морфинг не любит веников как вы понимаете веники очень редко проигрывает вот это вот дабла из веномансера шейкера она очень круто работает этот веномансер он выйдет во первых это весель герой он очень быстро выйдет с веселом они как играет два брейсера сходачина на это веномансера там кит файри файер и стики и все эти у него бьешь он бегает там на 5-6 минуте тысяча с лишним хп и попробуй что-то с ним сделать и ты это все под прикрытие шейкером плюс сразу урна сразу весел и веника все круто неплохой такой пик интересно чем чем ответить rng потому что на морфа теперь до этого хотелось теперь уже не очень хочется классика вот смотри вот прямо сходачины джаггернаут да нормально просто он против террора полный трэш вообще да но какие понимают то есть тут либо одна либо другая выбираешь да либо выбираешь и смотря против террора работает герой который супер слабый а вот этот ахамат получается это сетсо или монет интересно кстати какой вообще это line потому что я помню что кто-то у рэнджи играл на арке и мне кажется это был монет честно говоря по-моему он у нас аркварденовский типа этот сигнас сигначер но может быть я не прав давно китайцы сетсо любит исполнять всех вот этих необычных персонажей они вполне возможно этот герамида ну посмотрим посмотрим интересно интересно что они вообще хотят нам этим сообщить потому что я во первых давно не видел арков но во вторых понятно что нынешние патчи которые замедляют игру они явно для арквардена то что нужно и они арки всегда любили долгие игры потому что ты реализовываешь свой дабл медас соответственно сплитпуш и вот эту всю грязь короче максимального левла не аркварден должен был подняться вместе с антимагом который поднялся в паблике вообще жесть как спектра кстати вот я не понимаю почему в китай все еще не приехала потому что в европе же начинается и virtus pro как вы видите постоянно тренирует спеку сейчас в официалках вообще в официальных играх сейчас ударились flight они иногда играют этот стратегий 4 плюс 1 очень любит играть и тренирует это зачастую потому что они взяли себе ltv который вместо кумана документ который играет только на литвиках и был достаточно узкий профильным игроком именно поэтому они взяли вместо кумана ltv судя по заявлениям solace и соответственно вы кстати можете если кто хочет почитать открытое письмо соло вчера вышла хороший материал приятный как всегда от яны медведевой моей любимой можете зайти почитать соответственно наем хорошо спрашивает хорошо пишет в случае с открытым письмом там не надо спрашивать слава богу она понимаете дактурой а так лучше интервью на снг просто вот так вот значит да понимаю понимаю спасибо все с тобой ясно брать жалкий ведущий и так чуть комментаторе шкай только если да и это интервью ни разу не брал да на протяжении года нет и твоя тебя заставили да это факт так что стал мейт по принуждению лекк аушет это пуш страда против арквардана друзья это мид леккан я так понимаю это хардлайн или веник мид леккан и сейфлайн террор blade честно говоря террор вот из-за того что он пикнут на второй пик он выбивается здесь немножко вы скажете что он конечно товара пушит и я с вами соглашусь но с другой стороны он не настолько темповый ему нужны артефакты достаточно больших объем их отличие от всем он топовый парнинг вспомни виртус про вот как они играли с этим трейдерблейдом постоянно на первую стадию пикали и постоянно он там этот герой который может именно в темп играть он подключается к тебе там шестом седьмом уровне на какой-то лайн прилетает включать метаморфозу минус тавр минус тавр и они очень большой дамы чтобы пушить как раз это один из лейтеров который может подключаться суши мне нравится драфт от invictus gaming больше чем взаимно у rng но rng лучше исполняет поэтому теперь уже сложно что-либо понять здесь клапа вместе кстати андрил какое количество макдэмэджа но по факту или контропа особо сильно ничего не контрит мы уже видели драгонайта который тут бегал чуть ли не 6 слотовый уничтожал всех и на билу это мы это вы это вылетел и такая это тройка дк великана сейф лайн раз разница не ну от той позиции которой ты занимаешь соответственно зависит то количество фарма который ты получишь это логично и драгонайд также можно такой ну да и рквардон не дк дк все-таки слишком сильно плыть и главная проблема с арком это то что ты в команде с арком и ты недополучаешь фарм ни на копея ни на дк типа потому что арк по кдс плит пушат линии постоянно фармливая вообще всю карту и это супер неприятно для себя но это не так важно важно какой темп наберут айджи потому что именно от них будет зависеть эта игра именно они будут здесь играть первым номером рндж в свою очередь будут пытаться скорее дефаться хотя конечно у них будет определенный момент пик силы когда аркварден выформить свои шмотки там по факту две-три штуки надо и тогда там с этим маг дэмэджем которые присутствуют у рндж потому что тимфайт у них шикарный есть айс бласты чья прошу прощения есть чайники есть супер новые есть опять же танковый дк и раз каста sonic wave от сейчас sonic wave от клопы и это все выглядит достаточно приятно вот очень жесткий расклад на самом деле тот шейкер вот этот который хочет двигаться до половину вроде вас веномастером будет стоять там этот line но как только шейкер уходит он там не будет постоянно стоит на холл позиции прикрывать просто это у веника то сразу там на венике можно сделать kill лично с арком они просто разнесут моментально телепорт надо делать и кстати это все-таки монот на арке о чем я и говорил да вот и мне кажется он жесткий конечно хотя народ там в чате начал уже писать как только увидел арка что боже мой цель сейчас развалит посмотрим сможет ли то же самое сделать монот понятное дело что героем не заходит по героем не заходит чтоб монот был не на арке ну да тут просто еще момент в том что аркварден мидл очень-очень крут с точки зрения до того что он быстрее набирает лава быстрее набирает и голду и может ему очень удобно фармить леса с этой позиции с позиции сейф лейнера арквардену не так приятно заходить лес ему нужно тебе не хочется отвлекаться от лайна короче и косы не против волка на горстон волку очень сильно проигрывает не просит просяду до мидла от кого парк раз она может укачу то прячь ладно крепые у нас пошли давайте посмотрим коэффициенты на эту карту 1.66 на rng 2.13 на айджи раз отношусь в паре матча напомню также что они предоставляют свой бонус первому депозиту ссылочка находится под трансляцией а как а тем временем блочить как обычно крипов это классика жанра шейкера ломай линию салат чем есть два способа поломки линии есть вот такая когда ты отводишь крипов поближе к себе а есть то что ты блочишь их чужих крипов прямо товара и таким образом товар быстро убивать твой первый line и сносит его к тебе красиво взял как раз таки scream сразу чтоб волков гонять да кстати что-то новое 21 голды волка крипов можно было добивать вот таким темпом но сама не добил не добил еще ранджевика это самое неприятное и теперь еще не добил балка потому что динайл of life life миссы какие-то идут непонятны о хорошо тут просто по динайл так ванш у нас на других лайнах монет с фениксом снизу против веник она и веник а тут должны загонять по идее вот он наконец сюда шейкер телепортируется это помощь все-таки предоставит что веник начнет поседать рано или поздно все двойками встали напрягали у нас там драгонайта на топе она и драгонайта сейчас пойдет как раз таки весь от фарм по товара я думаю там поправиться ситуацию по крипам значит вантер не выйдет что не заметим что самой страны натала не выдержался имею ввиду смысла там же не специально сделали так чтобы у ма был были первые крепочки удобно стоявшие прям под его товаром и все равно он пойдет под флайвина ему будет очень удобно здесь фармить в очередь противостояние лича и дизраптора всегда очень лично играет в этом против нами ну лишь сильнее у него 87 секунд колдауна но сейчас убьет просто на на так классику выпил яма идет помочь нельзя нельзя эти основу все это да это мимо куда ты веришься куда ты идешь я не знаю вы видишь ласкалка специально разводят убегает в кусты чтоб ты пошел за ним что он завязал фласку подошел т.б. просто убил тебя с метаморфоза с трех ударов и дальше еще под фармал т.б. все зла ты даешь мало ну алло ну ты чё ну нет давай бывает получается немножко заигрался здесь супер прилетел кстати на ботом горит мой могу здесь замедлить эти эти напомню кстати начало игры предыдущие очень плохо проводил ему не он совершенно не везло с другой стороны он начал видеть там у него был счет 07 в определенный момент ну а здесь вот видите как теперь использовать шейкера друзья вы понимаете зачем нужна фиссура в современности и 3 кларитоса которые он юзает постепенно просто для того чтобы ставить фиссуры на линии чтобы крипов не давай крипы удобно стояли вот для этого если все плохо на лайне забудь крипов да хотя честно говоря вот сейчас я не понял зачем была фиссура это я не ощутил какого-либо полезности тоже монет продолжать стоять по своим товаром и кайфовать фармить так гель на супера вторая смерть для супера небось да да походу для супера воли пришел сюда же супер . джеки должен еще умирать по идее плюшки септембра да сейчас буду хорошо мешать и хотя не не стой досады разбил эту там про тоже могут здесь забрать и скорее все так и будет или порт но с другой стороны септа еще время потратить для того что прийти обратно опять же в оффлейнера 0 налича нормально размялись до позитивно для рндж моно в свою очередь все это время просто афк авторилку парнил что для него сверху сверху тоже форма идет один на один так а стоит против т.б. там абсолютно ровненько и на мид тоже абсолютно ровная ситуация простки queen of pain после неудачного старта поправилась свою ситуацию по крипам и сейчас вроде смотрится вот она уже пятого даже уровня сейчас только волоску только-только получает но она начинает уже за счет хорошего дэмэджа до скримы у нее третьего лава довольно плотные но это же лицо ломают волки так залет тут путь от септембра плюшки тоже пошли и на сцене сюда не флай флик хорошую концепта как кава мизия стан стан при фаре 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 да все в порядке маны просто нету там еще собака можно было подблочить бтв можно было немного больше но неважно любом случае папа уйдет для нее минус то что И придется дойти до базы, полностью регениться и вернуться на лайн Она без фулл маны, просто если бы она сейчас обратно на лайн вернулась бы Без фулл маны она против Волка не смогла расставить Потому что вот у нее там было бы 500 хп, да, 200 маны Там два скрима и все Волка нужно все-таки по максимуму пробивать Плюс сейчас пятая минута, может прийти сейчас по спамить, неплохо, да, третьим скримом И пойти за баунти Сейчас самое главное в септембре уже идти куда-то сваливать на баунтосы Потому что бит-то флайфлай они здесь не убьют Шейкер забирает на боте Какая хорошая позиция 3-1 А, нет, стой, 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 иллюзия, может она успеет добежать, нет, все-таки 3-1, 3-1 до РНЖ Пока на самом деле ситуация такая, которая устраивает всех коров Да, то есть Ликантроп хоть и умер, но ничего страшного GT фармит, фармит Аркварден, фармит Фармит все коры, короче Все шесть человек, которые являются корами здесь От первой до третьей позиции Все они совершенно спокойно Кроме веников подфармливают Ну, GT так, да, ему может быть не очень, но мы понимаем, что в принципе его все равно рано или поздно Он выфармит через ворды Себе и Лиса одно время будет фармить, и Тавр будет подпушивать В общем, скорее всего из игры именно по темпу не так сильно должен просесть Будучи подобным героем К вапе оставили просто миддлайн Спокойно, волк ушел в лес Сейчас тоже скоро первый не краунешь, будут появляться Неплохо он все там по фарму На топе, Эмма прожимает метаморфозу Пытается здесь убить ДК Убили у него Курьера сначала 50 спиков еще есть А по-моему он выживает, и не только выживает Он может на контратаке все сыграть еще против Эмма, но нет, пытается уйти просто метаморфозу слишком жестко А то, что GT перенес все это зачем сейчас бывает Попытка убить Нет, GT здесь потеряны, все это роль суппорта Это не какая-то третья позиция с хорошими артами здесь не будет Ему нужно максить варды и пытаться там офармливать Лиса Хотя у нее еще Тарблэйд в команде, который не даст ему это делать нормально абсолютно Поэтому он здесь уже просел, и сейчас еще контратак на него И это возможно 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 нет Все, проблема в том, что они оставили арк полностью на фри Арк фри, папа, фри Да Волк Лиса, ну тоже считай, как он там оттуда много выносит Это волк А вот то, что ТБ там Ну ТБ ладно Септембр начинает уже просто прессировать ТБшечку в соло Конечно не то, чтобы он слишком много с ним сделает, но Эмма придется Там 10 стиков, там нельзя, нам нужно прочитать это Септембр нельзя ни в коем случае лететь, просто нужно напрягать до последнего Пытаться стики убивать из него Оп, а это кстати да, 54 хп, Эмма дойдет до базы Это время Супер Лич мост 5, его просто древет Третий уровень получает, третий Ну саппорт, конечно, не очень Счит на себя накинет заранее уже, ну что ж такое-то Да, все, да Хиз дед Тут разменка, которая тоже была пара Да, 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 да Ну это хороший фраг дек вопы, потратил конечно тп с одной стороны С другой стороны Дайте делать тп тоже домой Угу, Эмма возвращается к Волге Пока нет, только четвертый Снизу минус Дизраптор, по идее Пайр Да, все, не, дар монету забивает Спокойно Дизраптора, но и тавр будет падать Здесь уже никто Не поможет Хотя, смоки у нас есть Вот Волк, как раз под Некра Вместе с Шейкером будут выходить И могут здесь забрать Монету бы убить Было бы неплохо И, в принципе, это будет происходить Сейчас уже в ультимейте побежит Да, вот он в ультимейте Монет Монет мертв Стан До свидания Отлично, хороший выход Ну да, не ожидал он совершенно ничего подобного Флай-флай тоже, кстати, может здесь довольно серьезно просесть Термора хоть и много Но криты и криты есть Ну да, они пробьют Просто потому, что какарин у меня был И фиссура в кулдауне Такая вяленькая игра И счет 5-5 Непривычный для нас сегодня У нас довольно-таки активная дота была до этого И у Сетсу, кстати, имеется ультимейт Ему бы задуть эмо Хотя он прекрасно понимает, что это может быть опасно Пока, правда, глядом Тоже опасная ситуация Там 15 стика, все Там только скрим Сразу стики будут Да, Сетс это понимает Ему бы куда-то в другую сторону реализовать вообще Sonic Wave Видит GT, идет в сторону GT Походу, венику сейчас придет Габелла Сочная, потому что у него стиков ноль У него только фаер Это единственное, что его может спасти И то не сказать, что Ну там, да, Сетс успеет, подойди Да Септембр забирает килл, но Ничего страшного Неприятненько Здесь страдает, да, у нас Дизраптор страдает Страдает Лич и страдает Виномансер Пока все остальные чувствуют себя Достаточно хорошо Аркан ринга для Омона Кстати, аркан ринга неплохо на арке Из-за того, что они двойные потом становятся И Террблэйд нажимает на Термарфу Хорошо, Лиззи сейвит Третий армор есть Много тычек Ушло, как в этом фрошилд Время книжек Десятая минута Флайбай Вместе с Террблэйдом У которого ДД сейчас Пытается забрать Тауэр Флайвина просто возвращает Ошибка от ТК А на медиа даже не подраться нормально Тауэр надо отдавать Там и дабл дэмэдж, там и волки Там и шейкер у тебя стоит на подсейве Поэтому Там скоро ульта у волка откатится Поэтому очень трудно драться Второй некрам, мне кажется, да, будет делать? Или третий, да? Или с первыми останется у нас волк? Да, не знаю, я на его месте домик, наверное, варил уже Потому что домик очень жестко капает Террора В тимфайтах Будет ли у него вообще домик? Я бы брал Ну, либо на венике, либо на нем Но на венике, видишь, он идет через маг дэмэдж Причем он идет не через Весел, а через Вейл Что довольно не дефолтно Особенностью взять, то что, ну да, в его команде Много хорошего магического раскаста Типа эхо слэма Там дизрапторовский ульт Но не скажу, что это настолько классно Насколько это могло бы быть Если бы это был бы Весел Который напрягает серьезнейшим образом Драгоннайдер Так, кака? Здесь шестого Ультимейт ставится суперновый И пички пошли, но нет, здесь яйцо взорвется точно И надо бежать Просто бежать отсюда Дизраптору Вместе с GT Там просто чайник катается налево-направо Убивает все лицо Минус три И здесь суперда умрет от флай-флай О боже, он просто присел И не мог ударить из-за плюшки И суперзамедления Напас, напас, напас На септембре тоже будет умирать? Не, 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 не уйдет Игра Да, он будет умирать, конечно же Слай-флай добьет на топе савер Сетсу Есть, кстати, sonic wave Можно вжать Опасно играет Сетсу Очень опасно играет Сетсу Он не попал, он не попал С кримов пейном Это проблема, какая здесь фиссура Но в лицо Есть, есть Все-таки бринг Каждый зайц завязал Самый он зря ушел Он мог бы добивать, мне кажется В тот момент Возвращать половину на боте Он тут сплитпушил Пока шла драка на топе Напомню, что он сплитпушил С того момента Когда его вернули на ботом Это было еще на миде Да, когда Оля нажала на него Глимпс после ТП И он пришел, что не надо Трать время Просто на пертяжке А пойти снести товара И у него получилось Донести товар И здесь забрать Очень много КП у Тир-2 вышки Это довольно много А, третий Некра Волк будет варить у нас Буквально остается Ну, вот сейчас он по третий Некра Суперсильный будет Минуте там на какой-то Тринадцатый-четырнадцатый Онвей, да? Четырнадцатый Буквально остается Треста голды Сейчас он треугольник выформит Верхний И все По третий Некра Можно уже бежать Начинается эта проблема О, господи Так же больно Сетс от Некрача Первого Так вот Мне о том, что Сейчас начинается проблема Потому что вроде как Реализовываешь свои ультимейты И тимфайт Но Ты Тавер-2 все равно потерял на топе Да, ты подрался вроде как Хорошо В плюс для себя Но Тавер-2 потерял Ну, как хорошо Лишь сделал трипл-кил Потом Волк сразу сбил эту серию Ты потерял Тавер И еще одного героя тебя забрали Я думаю, там не прям Сильдер в плюсе РНЖ Так У нас получается От Клнитворца Монод пока топ-1 Тут понятно Он АФК в тарелку фармит На своем Арквардене И это Аркварден Нового мира Нового мира порядка Хотя мне кажется То, что возвращение Бедасового Скоро мы дождемся Потому что, ну Арки С Медасами Были очень сильны А Сейчас карки замедлились И можно снова себе позволить Собираться именно таким образом Они еще из Некрачей Так Третий Некрач От Ликантропа Септ Ставит тут Опс На полуклиф Такой хитрый Опс Который не видно И сейчас Смачок еще И Феникс Походу мертв По-моему Тут у него нет выбора Кроме как умирать Нашли еще Лича Ну, с Личом все ясно Надо ультимейт отдать Перед смертью Он отдает ультимейт На волка Тут убегает просто И Феникс умрет А, или Ну да На лицо Поставил Нет, еще сейчас Дальше улетит Подожди Подожди С одной стороны Выграл много времени Кстати, у него нет лазера Слушай, это не китайский Феникс Это другой феникс Это другой феникс А, феник там Куда бежать? Это какая-то Просто пусть у него лазер был Он бы пошел бы на хг В смысле Проник бы на хг Это бы еще помансил Время больше выиграл Надо всем хп сбить по максимуму Давай, давай Зачем ты еще урну заюзал? Зачем урну заюзал? Взял, потратил лишний Ладно Бывает Так и так выиграл время Должно волновать Меня вообще не волнует Меня волнует только одно Почему китайский феникс Не качает феникс сан Санрей Прошу прощения Сейчас с восьмого По идее должен начать Не должен Макси карус Ну просто двойка Пробивает хорошо И того же драгонайта Неплохо пробивает Драгонайт, кстати, скоро Даггер появится И вот от него тоже Будут отталкиваться Сетсу на волка Нападение Пока у него кулдаун Драгонайт Нападает Хорошо здесь перекрыли Клопа не хочет Замедлять здесь никого Отлично Просто минус два саппорта На самом деле могло бы быть Если бы немного больше Дэмэджа по Оле Заехало бы И сейчас в принципе заедет Возвращают сетсу Но у того есть блин Все в порядке Минус еще и второй саппорт Эмма стоит в метаморфозе Пытается раздамажить Флайвина Свапается с ним хпшками Но у Эмма нет Жанцев здесь на вызывании Его просто разрывают на куски Правда с ДК произошло Ровно то же самое Веник Фокус на копию Моната Ее тоже добивают И это размен полностью В пользу для РНГ Они забрали Здесь двух Точнее трех оппонентов И самое главное Что один из них Это Террблейд Кстати Террблейд У нас драгон лэнсовый Это что-то новое Файтер капчик Можешь посмотреть От Виномансера Ну ТБ это понятно Да Надамажил А вот Веник Надамажил в порядке Еще больше Ну ему нравятся такие драки Когда ты стоишь на хайграунде На тебя нападают Ты расставляешь там Свои борды Ты даешь ультимейт Ты даешь гель И просто в геному С гель Да И просто полу Пассивненько стоишь Накинул еще вейлту даже И кайфуешь по жизни Септембр Кстати интересный выбор У него артефактов У Септембра Это прям какое-то дельное Вообще вид искусства Сначала купить урну Потом идти в худ А потом Пойти в пайп А потом Только видимо вессел Хотя можно вессел сразу Наверное рашить было бы И все это закрепить книжкой Не ну ладно Книжка то окей Но вопрос там Почему урну покупаешь А потом идешь в пайпу Если вессел Супер эффективен На данный момент Ну да ладно Это все Загадки истории Тем временем ВКК пытается выйти В свой блинкдаггер Очень долго у него Получается его Выбивать Особенно по сравнению С тем что мы увидели От фейтбьяна Там конечно тройка была Напомню там На 11 минуте Блинкдаггер появился Оли Убили ликантропа На миде И Оли пытается убежать У него это не получится Конечно же Просто погибут на его лах Попа Посыпались Это загуляли Просто так на миде Стоять Формить Ну как то так Без прикрытия Какого либо То что у тебя На топе бегает шейкер Снизу у тебя Формится иномансер Кстати шейкер Сейчас даггером будет Тоже очень Неплохо У одного крипа Остается буквально Драгонскилл Кстати очень полезно Для ДК Скорее всего Именно он его возьмет Да и для аркварда Но неплохо Да нормально Так Именно собирать мел Логично совершенно У нас сегодня Прямо свой праздник Вообще Визажи Клинкзы Саппорты Арквардены Реально Хорошая Интересная Дота В большинстве случаев Еще и максимально Интригующая Во-вторых У нас Среди Трех карт Что мы увидели Было в двух Из них Рапиры Причем В двух И в обеих Из них Были две Рапиры С разных сторон Рапиры Это хорошо А в первой Вообще Три Очень жестко Щеет Хороший Слишком Больно Волк Домаш Две Рапиры Всегда Лучше Чем Одна Чем Одна Так Что у нас Там Есть Драгонлендс Солтер Блейды Будет Уходить Сразу В бабочку Какой У меня Будет Выбор Интерес Странные Билды Вообще Без ХП Он Будет Бабочки Играть У меня Будет 1300 ХП Бабочка Зато У него Кем-то Ультимейт Квапа У него Останется Треть ХП Да Остальным Типа Аркварден По нему Не попадет Своими Тычками Ура Товарищи Ну я не знаю На самом деле Что это за билд И насколько Он эффективен Но мы Узнаем По ходу Катки У Эмма Ясное Дело Много Как и у Всех Керри Китайского Региона Очень много Опыта На Терроблейдах А раз У него Много Опыта На Терроблейдах Значит Желаем От него Каких-то Крутых Сборок И Максимального Понимания Реализации Данного Героя Аркварден Уже Очень хорошо Разгоняется Все Сейчас Повезло Очень жестко На Гроу Боу Он Очень много Ему Дает Да И Отличная Скорость Атаки Главное Что это Мэджик Минус Резистанс По магии А магия Это Аркварден Он Об этом Не только Физухи Он Двойной Ну там Еще Майо А Майо Это жестко Он Трока Тебе Соответственно Дополнительный Дэмэдж Там Но Соответственно С Минус Мэджик Резистанс Еще Лучше Стак За Мозу Там Ходят Собаки Он Такой Ну ладно Поставьте Подмест Тряк Важно 20 минута Разменяется 2 на 2 Я так понимаю Боунтосами И 1 на 1 На ванпостами Команды Но при этом Все Айджи На топе Сломали Вышку А на Боте РНГ Не занимаются Ничем Да Они Не сломали Здесь Тавр Хотя Тавр На ладан Дышит И Надо Уже Постепенно Этим Заниматься Но почему Довольно Пассивно Выступает Сейчас РНГ После Двух Достаточно Хороших Кило Которые Оформили Не Попытались Они Детаться Венник Весель Собрал Соответственно Утб Бабочка Появилась Буквально До магазина Дойти Ему И Блинг Даггер На шейкер Да И будет Таггер На шейкер Ну Неплохо Какие-то Артефакты Все-таки Есть Это Уже Замечательно Сейчас Блокенбар Надо выйти На ТБ Потому что Без БКБ Здесь Реально Булка Просто Халявный Килл На этой Минуте В принципе Как на Крипа Похож 1300 ХП Это Не то Что Хотелось Быть На Твоем Главном Коре Да Ну и Септембр Добрался Все-таки До Твоем От Виномальсера И Сверху Будет Потом Их Слэм От Кака Нелогично Что Пайп Здесь Морится Перспективно Хотя Конечно Весел Хотелось бы Быстрее Драгонайт Получает Стан Да Его Нашел В лесу Кака Хорошая Игра От Шейкера Это Минус Флайвин Его Бит Будет Долго Нудно Скучно Потому что Эмо Не Может Бить Потому что Его Смог Сверху Завязали У нас Айджи Хотят Найти Квапу Наверное Убить Вином Батаркварда Фармит Они Ее Видят Сейчас Я тоже Цепанут Цепанут Через Ультимейт Шейкера Если Она Так Останется Дальше Тут Ставит Она Чувствует Волки Кстати За ней На Мове Бегают Дают Вижен Пытается Искать Кого Либо Можно На Ультимейта Даже Произойдется В этом Момент Огоним На Квапе Появился Хороший Тайминг Ну Дайры У нас Просканили Это все Драгонайт Должен Телепортироваться Надо Купола Ставить И Самое Главное Это Феникс Феникс Поставил Ультимейт Практически Сразу Раскастовала Просто Чайником Несчастного ТБ Как же Плохо Ему А по-моему Еще Опа Ульт Экослэм Точнее По-двоим Здесь Минус Квапа Уже Сто процент Она здесь Живет Но успевает Отдать Соник Вейв По Это Тим Вайп Это Тим Вайп Это Просто Трипл Кил От Монота И Как же Играют РНГ Здесь Причем Посмотрите На то Что Флайвин Только Сейчас Вступает В эту Драку Они Вчетвером Убили Пятерых Ну И конечно Рошан Я не очень понял Он что тут Убил Некрача Что ли Ты Никого Он не убивал Просто Умер Ну Не 1200 ХП Ну Как Он Жить Будет Он Бьет Рошана Туда Залетает Феникс Лепет По поводу ТБ Да По поводу ТБ Да Да Он Лопнул Так Мне кажется Там Еще Рошан Очень Хорошо Постарался Из-за Того Что Феникс Прилетел Мимо На Икарус Дайве Рошан Клэпнул Он Клэпнул Раз Во-вторых Рошан Еще До Этого Там Снял Где-то Ну Одну Пятую Часть ХП Клэпами Потому Что Он С Ладно Неважно Взял Так Взял Короче Умер За секунду Тим Вайп Случился Тем временем Без Акосломов Без Всего Играют Айджи У них Нет Ультимейтов Нет Ни Нового Ничего Супер Умрет Правда Лети Больно Полетел Ультимейт От него Флайвин Под Веселом Мочь Малорегена Пять Секунду Такое Себе Летает Ультимейт Дальше Но не особо Волк Сейчас Сарфар На съезд Здесь Моментально Архит Стрик Жесткий Стрик Жесткий Свап Атема Не Самый Эффективный Соник Вейв До свидания Госсов Как же Кайфово Сетсу Жизнь Играть Против Этого Террор Блейда 1200 КП Ты просто Кидаешь Него Два Спыла И он Умирает И ты Такой Лол Окей А у меня Аганим Я ультую по КД У меня тут теперь Кулдаун 36 На Соник Вейве И я просто Его Я тебе так могу сказать Септембр Он в двух последних драках MVP Вот он как на Рошана залетал Да Он дал весь туда раскаст Поставил яйцо В очень грамотную позицию Да Потому что ну как бы ты не выйдешь Тебе нужно выбегать из Рошана И бежать навстречу врагам Ты это делать не будешь Понятное дело Это Ну дебилизм И И после этого После того как яйцо взорвалось Он еще включил Санрей И выхилил Квапу Которую на Рошане фокусили Он ее выхилил До такого Что она смогла Блинкануться на последний ХП И оттуда дать Тоник Вейв Навести всем урон И здесь то же самое Он еще делает Он влетает И ставит это яйцо В очень грамотной позиции И Волк такой понял Что я соло это яйцо не убью И просто убежал Я могу сказать Ну вылетел Я еще не понимаю Зачем они дерутся Ну в смысле Зачем они же сейчас дрались И принимали эту драку Без ультимейта Дидраптора Без ультимейта Виномайнсера И без ультимейта Шейкера У тебя трех ультов ОАЕшных Самых главных для тимфайта Просто нет И ты такой Ну ладно Подеремся парни Ема идет И умирает второй раз подряд У него сейчас счет 2-3 Мы конечно довольны Опа У нас влет от КК Есть эхо слэм Можно нажать Нет Нельзя Сорян Слишком много дамаги И много контроля Хорошо сыграны от РНЖ И сразу типнули КК Просто говорят Пацан Позвонишь Наберешь потом Ну правда у него 25 секунд Чему он Блинканулся Не нажал эхо слэм Он не нажал эхо слэм Почему он не нажал эхо слэм Почему он просто там бегал Не ощутил Всего своего эхо слэма В этот момент Кого он искал там Он подумал Что это иллюзия Арквардена Там И рядом героев нет Не знаю Как бы оно не было Он это сделал Ему типанули Но у него Понимаешь Если бы сейчас Он эхо слэмнул То у него не было бы Ульта Для дальнейшей драки А драка может быть сейчас Ну что айджи есть все Для того чтобы подраться С точки зрения Ультовка Кдшки Все хорошо Десять тысяч Перефарма у противника Но и надо как-то Что-то делать Если минус Это айгис на арке Но арк Скоро его потеряет Там по времени Он закончится Должна им смысла Нет вообще Что-либо Пытаться даже делать Просто нужно фармить Арквардена Отжирать Который Вот сейчас Атаникс И уже Возьмет Буквально там Через две тысячи А две тысячи Для него это копейки Я могу сказать только одно Что по сегодняшнему дню Опа Джей Ти Здорово Как дела Так вот По сегодняшнему дню Конечно Максимально весело Смотреть за Единицами В китайских коллективах Потому что Они удивляют Своим геймплеем Вот что я скажу Вот Эмма удивляет Своей сборкой Сайлор сегодня Удивлял своим Морфлингом Максимально Вот С-Трипл-С Удивлял на Террорблейде Не прожимая Сатаник Будучи С раперосом И отдав его в Салар То есть такие моменты И ты такой думаешь Окей Может быть я просто Слишком мало Смотрю за саппортами Но нет Саппорты Правда круто играют Не пятерки Правда Они в большинстве случаев Здесь скорее Разменный материал Ну Типтембер сегодня Очень крут На Миране И на Аутфениксе В предыдущей катке Кто у нас был Там Якомы Все Зависли Да Я тебе говорю Я не помню Я помню как Коры играли Опа Ксихо слэм Синьки Да Крут был На клинкзе Тем временем Пытается зафокусить Яйцо Эмма Но нет Прости Ты ничего Уже в жизни Зафокусишь Только таверну Скорее всего Байбеки есть На трех героях Айджи Но они не то чтобы Сильно хотят Байбек От ультимейта От виномастера Уже скорее просто Ради того что Это гг друзья Это гг 2-0 2-0 У нас сегодня Закончился Игровой день На дотапите Было два Полу Тащие Два матча В рамках клава Все таки Узеров И Они оба Закончились У нас совершенно Одинаково Они закончились Исполнением Реально Команда Которая круче Играла Ошибок было На самом деле От всех И вот эти сборки Про которые мы говорили Ну у тебя ТБ бегает На 25-й минуте 1200 п Тебя кидает 2 нюка Ты умираешь Очень странно Ты можешь как бы Собрать сразу Блокенбар И потом уже Выходить какой-то Артефакт Если ты хочешь Именно так вот На Рошана Выходить под волка И это было бы Более профитнее Но бабочка Конечно Она тебя спасет От магического прокаста Да тебя личи убьет Просто Ты сделаешь Там две иллюзии И тебя личи кинь ту льту Притянется Нестер Гейзом И ты умрешь Ну видишь Он явно не смотрел На это с точки зрения Тимфайта Он ожидал Что сейчас мы По-быстрому Просто дофармимся ДПКБшки И все будет хорошо Но этого тайминга Не хватило Потому что Мы помним Из-за чего Они пошли на Рошана То есть это просто Цепь событий Которая явно В голове Эмма Не должна была Происходить От случайности Ты убиваешь Ржавая цепь Ржавая цепь Хорошо Но Почему они пошли На Рошана Почему они решили Вообще драться Они убили ДК Из-за того что Они убили ДК Они решили форсануть Рошана Потому что у них Много физдэмэджа Но успели выйти Соответственно парни И забили на то Что у них нет ДК Решили вчетвером драться И тут оказалось Что бабочка Правда плоха в тимфайте Потому что Она там не должна была Оказываться И ТБ не должно Оказываться был в рожпите И в тимфайтах И так далее Он должен был фармить Ну по логике Эмма Я уверен что именно С этим связана бабочка Ну а мы друзья С вами на сегодня Прощаемся Много хорошей доты Посмотрели Я правда доволен Этими пятью часами Вместе с вами Отправляемся мы на отдых Но сегодня я думаю Что там еще много Всякой доты имеется И кс-ик И на рухабах Поэтому заходите на канал И смотрите Наслаждайтесь А с вами были Кристалмэй Вместе с Мэллом Всем пока Всем пока Хорошего дня